Запись идет? Да дело не в этом, как? Знакомый с Артемом Наслом Супер! Брендинг занимается 10 лет Сколько? 10 дней? Ну, надеюсь, что это правда Я здесь не просто так Да, я верю Здесь день рождения Ассоциации брендинговых компаний России 10 лет И мы сейчас пообщаемся с несколькими людьми Первый кандидат на общение это Антон Привет, Антон Привет Расскажи из какого-то агентства? Агентство Амфилево было в Нижнем Новгороде Слушай, скажи мне Запрошедший год Какой проект в брендинге российском ты считаешь самым знаковым? Ну, по любой оценке Будь то бюджет, визуальная, оригинальность Первое, что в голове Кажется, Свернурский светло А, я знаю даже, кто это делал В Волгоград, в супермаркете Это очень интересная история Вообще, с той точки зрения Крупно, когда там написано Да, дело не в этом Как завод Потому что еще год назад Полтора года назад Они выглядели ужасно Ну, они выглядели никак И, ну, ввиду того, что качество продуктов было супервысокое Я знаю, что у нас там Дистрибуции их не было Их торговали там, ну, чуть ли не полуподбольно В Нижнем Привасе Ты ее очень хорошо знаешь Не очень хорошо Просто я там, ну, посвятил, видел Как это происходит У тебя он знаковый нисколько С точки зрения бренда Именно И, ну, самая яркая история Это даже насколько Не принято всего Вот этого серверского сын зала Насколько Их история С маслом Спасибо Да, ну да Это их же, да? Показываем Да, пожалуйста Привет Стас, расскажи в двух словах Кто ты? Из какой компании? Что Hindukovic С мы �овики Как хочет Я творческий директор партнер агентства smart hack Час мы перестали в биттур Victor Plug to Sandra Дрендингвиум агентством Мы сейчас комминационное агентство А полного цикла это что? Это не ивенты же? Нет, у нас просто такое чувство, появилась новая экспертиза, довольно широкая. Медиабайнинг. Скажи, медиабайнинг. У нас весь классический брейдинг, потом мы не чураемся рекламной коммуникации. Медиабайнинг. Диджитал. И диджиталка как производство сайтов, и диджиталка как диджитал реклама. Ну то есть мы прям контекст, рек, директология внутри себя. Пошли по этому пути. Мы очень широко в курсе. Ну, по ряд причин. Мы выбрали такую стратегию для развития. Причину именно от того, что определенный рынок потребовал от нас. Ага, и дальше пошел проект. Окей, все знают ваш известный проект «Шоколадный цирк». Я думаю, тебя достали уже. Ну да, сегодня уже критику получил. С чистого листа сразу критикуют. Жестко? Да, пару коллег с цеха я получал жестко критику. Но я не пробиваю. Но я не критикую. Я хотел спросить, что было самое интересное и сложное в этом проекте? Серый Тайнает, получается. А по-простому что такое серый Тайнает? Ну, получается весь путь потребителя. То есть весь опыт. То есть мы в этом брендинговом проекте. То есть глубоко от сайта до… Или же начинаешь с вывески? С вывески, да. Серый Тайнает. Серый Тайнает. Серый Тайнает. Серый Тайнает, опыт, скрипты, точки касания, зоны, в которых люди могут провести совершенно разные образы. Совершенно разным образом время. То есть там как интроверт, или семья, или еще что-то. И даже вот такой подход. То есть интроверт такой изделий, это… Да, да, да. То есть Шоколадец – это вот такой дом с точки зрения скриптов и серый дизайн. И это невероятная работа. Потому что брендинговое агентство, как правило, у нас это пока еще не было. Тайдинг. Да. И мы, ну, мы такие, типа, в брости. То есть мы хотим туда. Тот инвестичный дизайн, который мы все видели, это, грубо говоря, что это не битрохал до всех. Да, да. Это вот то, что оценивается рынком, вами. Это не та работа, которая внутри. Замятность. Да. Особенно невероятно то, что я недавно был на большом кейпе по серверу дизайн. Там выступал Шоколадец. Причем я не знал, что он будет выступать. Пал. Запал. Я захожу. Там Шоколадец у нас в сцене. Говорит о том, что мы уже два года живем по принципам сервера дизайн. Убираем, разрабатываем, инфектируем, пробуем, меняем. У меня такой вот ротики. Ну, то есть, компания, когда мы сюда пришли, то, что они сейчас говорят за сцены, это здесь совершенно разная компания. То есть, они перепрошились благодаря этому опыту? Да. Думаю, да. Да. Причем, ну, это самое главное принято. Да, я думаю. Опыт меня. Сознал. Ну, да. Скажи, за последний год, какой бы ты проект в России, в основном, в самом деле, самый знак был? Если в работе, в управительских оперативных серверов, то что такое? Очень сложный вопрос. Сложный. Я вот сам не знаю, как я ему ответил. Нет, в самом деле, у меня, знаешь, был такой опыт, я под конец года сел, открыл весь год в АПК и начал листать эту ленту. То есть, это такое? Да, да, да. Я прям смотрел все, что делали агентства. И я откладывал в отдельную папочку проекты, которые у меня сбываются. Я хотел даже сделать такую аналитическую работу. Ну, то есть, типа, выложить пост. Ребята, спасибо вам огромное. Вот это то, что я люблю. То, что это очень... Да, да, да. Это очень круто. Потому что оказалось, что этого, на самом деле, во-первых, очень мало, как бы это громко не звучало. Ну, то есть, чего-то такого, которое ты отложишь в отдельную папочку. Но сейчас в голове, ну, кейс в душе, пускай будет он от Вовы, да. Ну, что в голову влетело? Да, он влетело. Это не с того анализа. Я помню, как я его отложил в эту папочку, и это там... Я точно его ценил. Он мне точно понравился. Хотя там не было брейдинга классического. Ну да. Не было стратегии. Мои друзья стратегии. Да, это очень такой творческий подход. Очень творческий подход. У нас другой подход. Это аналитический, стратегический и очень важный для нас. Поэтому там у меня есть внутренние конфликции, но я в то время... Поэтому уже и сцепляюсь. Да. Как ты видишь, сфера брейдинга и индустрии вообще в какую сторону имеются? Какие предприниматели? Ну, мы внутри очень сильно топим за сервис-дизайнер, за ум. Мы внутри. Да. Да. Я в аналитическом исследовании в БКЛе говорил, что мне кажется, это большой бренд. То есть бренд не может быть отдельно от продукта, сервиса, людей, опеча. Бренд должен каким-то образом принесывать всю эту историю. Мне кажется, что бренд должен везти туда. Для этого какие-то новые скиллы должны было появиться у нас. Уже давно. Привет, Аня. Здравствуйте. Меня зовут Анна Собянина. Я представляю город Новосибирск. Брендинговое детство «Астудия». В ассоциации брендингового компании «Росини» мы уже три года. И знакомые с Артемом Маслом. Супер. Последний год. Какой проект вообще в брендинге? Это «Россия», «Сангрия» самый знак? Для меня самый знак. В данный момент он идет, и он будет еще где-то идти полгода. У нас идет очень крупный проект по нашему государственному федеральному округу. Мы делаем крупный брендинг молочного завода. Окей. Это ты про свое, а из вообще всех остальных, не из своего. Что ты можешь сказать? Не знакомый. В голову. В голову мне очень сильно понравился, связанный с Валаамом. Он у меня запал в туфи. Если говорить о том, что запал, то это именно. Не, ну да, это правда запоминающийся проект. Твой проект касается Китая. Меня интересует Китай. Увелка Китайская. Да, Увелка Китайская. С которым я целый год все равно надоедал. Да, да, да. Мой проект. Спасибо. Надеюсь, что это правда. Вообще, ты видишь тенденцию брендинга в России или СНГ? Какую? Что ты видишь там? Бюджеты растут, падают, более квалифицированно относятся больше? В отрасли? Ну да. Вообще, ты видишь куда вот это? Отрасль развивается. И для этого нам брендинг ведет очень активно. Буквально три дня назад мы были на Уле и были очень сильно удивлены тем, что у нас брендинговых агентов становится все больше. То есть мы немножко страдали от того, что существовали ранее рекламные агентства, которые стали называться брендинговые. А на самом деле брендинг предполагает маркетинг. У нас есть такая в отрасли проблема. Но мы теперь увидели, что у нас агентства и в этом стали называться брендинг. Значит, тренд на брендинг ведет. Надеемся, что ассоциация брендинговых агентств России к этому прикладывает очень большую руку. Окей. Я знаю, что вы все равно фокусируетесь на своем регионе по клиентам, по бизнесу. Так ли это, если да, то на каких? Или же вы все-таки на федеральных клиентах тоже выходите и работаете? Ну, с Москвой, грубо говоря, попросту. Ну, да. Отвечу на этот вопрос. Значит, да, конечно, мы очень сильно хотим быть лидерами зоналом. Вот. Ну, насколько я понимаю, у вас получается. Постепенно, да. Тренд ведет, да. Спасибо большое. Конечно, ты замечаешь. Да, вот. Семьдесят процентов оборота компании – это, конечно, сибирский федеральный. Вот. Но сейчас мы начинаем мощности и все остальное – это центр, и друг. Вот. Но и самое главное, и самый интересный тренд у нас, вот именно у нас был агент, это Казахстан. То есть где-то в районе десяти, ну там, колеблется от месяца к месяцу. Мы работаем очень много с Казахстаном, и мы начинаем понимать кто они, понимать их ментальности, и это очень хорошо. Да. Отличается визуальная культура? Очень сильно. Зеленый номер, да, очень. Зеленый. Ну да. Халяй – это мульт? Или это мульт? Да, все отличается. Все. Абсолютно все. То есть если говорить про Казахстан, то там культура отличается. Принятие решения, как они принимают решения отличается. Вот эта семейственность очень важна, да, то, что они друг друга должны знать, они советуют подрядчикам. То есть в Казахстане нужно, как в Казахстане нужно выжиться. Погружаться. Да, погружаться, потому что это очень, ну это другое дело. А ты веришь в экономику Казахстана? В экономику Казахстана? Конечно, туда же приходим мы. Окей, все. Мы понимаем экономику Казахстана. Спасибо. Саша, в двух словах, где работаешь? Кто там? Генеральный директор, брендинг в агентстве Казахстана. Супер. За последние десять лет какой самый знаковый проект на СМГ? Первое, что было. Я брендинг занимаюсь на десять лет. Сколько? Десять дней? Двенадцать. За двенадцать дней? Хорошо, за эти двенадцать дней самый знаковый проект. Первое, что было. Можно себе? Можно себе? Скажем. Можно долго думать, но я еще подмотил. В упаковке в идентике. За десять лет? За десять лет? Ну, за десять лет, за год. Что с последним миром? Ну, что такое? Ничего. Да. То есть, все хорошо. Все нормально. Все нормально. Нет. Не то, что одинаково. Я такого не выгляду, скажем. Вау. Окей. Ты говоришь в россиянском? Ты же в россиянском? Ты же в россиянском? Ну, да-да-да. Хорошо. А как ты видишь вообще рынок брендинга в широком смысле? Там потребительский, корпоративный? Там все. В какую сторону движется вообще? Как ты видишь? С точки зрения визуальной, с точки зрения там все одинаковые, все-таки пытаются люди. Какие видишь вообще тенденции? Что происходит? Медонаправленные тенденции вижу. Какую? Тенденции в упрощении, в утуплении, в удешевлении более жесткое, что связано опять же с конъектурой. Удешевление имеешь в виду визуальное? Или же… Отношение к разработке. Удешевление процесса… Процесс разработки, соответственно, ухудшение качества брендинга. То есть ты думаешь… С одной стороны… С другой стороны, вот, ассоциации наших, да, там, уже более такое серьезное отношение и рост на профессионале. То есть, ну, одновременно вот эти два отряд. Ну, естественно… Разнонаправленные. В массе, в массе. В массе больше решения. Спасибо. Ну, хорошо. А если мы говорим все-таки о какой-то более экспертной сфере, скажем так, которая имеет ассоциации, то какое там есть тенденции? Тенденции в идеологизацию брендов. Это что такое? Вдруг? Ну, по-простому. Ну, это как я это воспринимаю, да, то есть это создание из бренда, делание из бренда… как в процессе брендинга и создание диалоги компаний, диалоги бизнеса и диалоги. То есть, не просто вот картинка и ассоциативный ряд, все понятно. А это создание внутри корпоративной, внутри… А, я понял. То есть, глубже, глубже, глубже внутри, а не во вне. Да, да. Понял, спасибо. Агентство, 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 Агентство. Я здесь не просто так. Да, я верю. Слушай, скажи, за последний год какой для тебя проект брендики в России и СНГ самый знак с любой точки зрения? Что вспоминается первое? Вспоминается почему-то первое не молоко, а… Это было как раз продолжение года, они запустились, да. У меня это такое, в проекте, который открывает категория, такие локомотивы, это достаточно непростая себе история. И когда я смотрел, а я пустые, допустим, с собой я попробовал этот продукт, он интересный. Да, я вижу, что все у них сложилось, что еще как-то единый такой концепт из продукта, из точки зрения трендов на рынке. Какие тенденции они достают? Куда развивается? Все развивается в понимании, в смысле, где они. Здесь и раньше люди. Несли картинки. Хотелось поиграть в это как-то? Да, да. Люди учились, наши клиенты учились рисовать. С нашими руками, в частности, дизайнеры. Вот, и теперь они понимают, что то, что среди дизайнеров не всегда улучшается. Они работают на уровне смысл, концепции. И теперь они не удивляются, когда мы говорим, давайте все-таки базовым большой выбором, что мы уже спросим. Это такая, в общем, большая часть брендов у проекта. Две тренды. Конечно. Ну, с точки зрения бизнеса, конечно, хороший плюс, потому что наставили и размещение по росту, то есть, модель из строительства, то есть, то есть, то есть, то есть. Есть такая тенденция, что, помимо уже сработки вот этой стратегии, позиционизм и визуализации, что брендам, даже не в потребительском рынке, да? По кофе. Что даже на платной сфере брендам все больше и больше нужна какая-то поддержка. Онлайн, коммуникация. Да. И без этого уже прям становится все как-то не таким живым. Да. Конечно, мы сейчас коммуникация у нас поменяли свои, вообще, собственные свои продажи с 50-х лет назад. И мы понимаем, что брендинг, ну, отлично, сколько есть, что не в сейшем институте. Но, надеюсь, что мы показали, что конкретный курс и местная история. И когда мы срабатываем, опять же, по первому статье, то хотели уже видеть вперед какие-то каналы, какие-то каналы, какие-то компании-то, какие-то плюсы, или минусы можно будет сделать с канала, какой-то из dapat. Если ты даже не такие стратегии, то я не знаю, о которых я согласен и будет в последнее время, но за другое, когда мы по-насвете, мы уже рекомендаем. Слушай, я знаю, что вы много работали с retail, сейчас вы работаете с гидрофлами. Какие ты там сидишь? Тенденция следующая. Люди наконец-то начали понимать, что даже если продукт не относится к низкому сегменту, то есть даже если вы платите минимальную работу на продукт, он все равно выбирает красивую картинку, все равно должен быть, что будет валют в качестве продукта, все равно должен быть валют в качестве продукта, как мы говорим за собой, а ребенок уже в порядке. Поэтому мы видим, что требуется к упаковке растет. Мы будем, конечно, всегда готовы к созданию. Субтитры сделал DimaTorzok